Оглянитесь вокруг, вы увидите целый спектр цветов, но то, как вы видите эти цвета, зависит от того, где вы живете. Жители некоторых стран используют больше названий цветов, чем жители других стран, а в языках других народов и вовсе нет слова, обозначающих цвета. Древние люди понятия не имели, что существует синий цвет. Адриатическое море получило название «Адриатическое море» в честь итальянского города Адрия, который тем не менее расположен не на его побережье, а в 22 километрах от него. Этот город в шестом веке до нашей эры действительно был крупным портом, но постепенно Адриатическое море стало отступать от него на восток по мере заиливания дельты реки По. Какое-то время Адрия оставалась портом благодаря прорытым каналам, однако из-за нашествия варваров и крупного наводнения окончательно утратила свою значимость. Самый высокий в мире водопад это Ангель, что означает ангел. Падает вниз с вершины Ауянтипуи. Это название переводится с языка местных индейцев как гора дьявола. Игорь Натальянский В Карибском море есть два государства с очень похожими названиями Доминика и Доминиканская республика, но происхождение и смысл этих названий совершенно разные. Доминика получила имя от итальянского слова «воскресенье», так как в этот день остров был обнаружен на экспедиции Христофора Колумба, а вот Доминиканская республика стала так именоваться от названия своей столицы Санто-Доминго, полученного в честь Святого Доминика, основателя ордена доминиканцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У самого края водопада Виктория есть место под названием «Дьявольский бассейн». Это небольшой участок воды, где можно купаться в сентябре и декабре без опасения быть унесенным вниз по водопаду благодаря выступающей в этом месте скале. Бассейн популярен у туристов, которые любят риск, хотя по статистике в среднем от купания здесь погибает один человек в год. На Куршской косе, что в Калининградской области, есть уникальное место, которое называется «Танцующий лес» либо «Пьяный лес». На участке примерно в один квадратный километр растут посаженные в 1980-х годах сосны. Большая часть деревьев причудливо изогнута, а некоторые в нижней части даже скручены в петлю. Науки точно неизвестны причиной этого феномена. Есть только множество гипотез, природные факторы, генетические особенности воздействия вирусов или вредителей. И даже особая космическая энергетика данного места. Похожее место под названием «Лес троллей» есть в Дании. И тоже на побережье Балтийского моря. Другой аналог – парк «Танцующие березы», расположен на берегу озера Боровое в Казахстане. Аляска была продана Соединенным Штатам Америки в 1867 году за сумму 7,2 миллиона долларов золотом. Более 100 миллионов долларов в пересчете на сегодняшние деньги. Через 30 лет после продажи там открыли месторождение золота. И началась знаменитая золотая лихорадка. А в 20 веке были открыты и крупные месторождения нефти и газа. Однако, если бы Россия не продала Аляску, существовал большой риск и потерять ее вообще, без компенсации. Британская империя, с которой у России были враждебные отношения, могла оккупировать Аляску и присоединить к Канаде. В 1502 году высадившаяся на неизвестный берег экспедиция Колумба обратила внимание на местных индейцев, увешанных золотыми украшениями. Думая, что здесь находятся залежи золота, испанцы назвали свое открытие Коста-Рика, что в переводе означает «богатый берег». Впоследствии выяснилось, что Коста-Рика очень бедна полезными ископаемыми. В Саудовской Аравии, занимающей 12 место в мире, по площади, нет ни одной постоянно текущей реки. Однако в ее пустынях довольно много сухих русевых рек, так называемых вади, которые заполняются водой после обильных дождей. Саудовская Аравии, занимающая рекомендуется водой после обильных дождей. Саудовская Аравии, занимающая рекомендуется водой после обильных дождей.